Чтобы у тебя был драйв, и вот эта энергетика, и твоё тело тебе в состоянии стресса помогало, это мой последний шанс, олимпийская медаль, потом через 4 года я уже ни в форме, ни в карьере. Можно ли расценивать коня как партнёра? Дисциплина, у него всё чётко, и ребята молодцы. Думайте только о ручке, вот какого она цвета там какой-то, и не скатывайтесь в другие мысли. Это страх страхов. Давай мы сконцентрируемся, давай мы найдём его, как будто схватим этот страх за хвост. Здравствуйте, с вами я, психолог Эльвира Емельенчикова, системный семейный терапевт, гипнолог, и у меня в гостях спортивный психолог Майя Киртеева. Сегодняшняя тема нашего видео – это парные виды спорта. У нас есть два запроса, которые мы сегодня обсудим. Первый запрос прислал руководитель клуба Flashlight, тренер по бальным танцам Роман Кулешин, город Краснодар. И второй вопрос от спортсменки Елизаветы по конному спорту из города Казань. Давайте посмотрим первое видео и дадим свои комментарии. Добрый день, меня зовут Роман Кулешин, я тренер в танцевальном клубе Flashlight. И у меня есть такой вопрос. Одна пара тренируется у меня и показывает классные результаты на тренировках. Но выходя на соревнования, у неё очень нестабильные результаты, и она танцует то хорошо, но в основном танцует слабее, чем на тренировках. У меня есть такое наблюдение, что, возможно, на тренировках я достаточно строго их тренирую, и они как бы более собраны, поэтому больше стараются. На турнире они предоставлены сами себе, и у них как-то не включается эта собранность. Вопрос, что делать в такой ситуации. Итак, мы разбираем видео, которое поступило у тренера по бальным танцам Романа Кулешина в город Краснодар, клуб Flashlight. Его запрос был по тому моменту, как пара готовится к соревнованию, почему они так выступают, и почему они снижают планку на соревнованиях, хотя вроде бы готовы очень хорошо. Что можно посоветовать в этом случае? Да, Эльвир, вы знаете, это тоже такой довольно-таки частый запрос, и вообще, в принципе, частая ситуация, когда спортсмены показывают лучше результаты, чем на соревнованиях. На тренировках. Да, на тренировках лучше, чем на соревнованиях. Да, безусловно, тут играет фактор опять вот этого волнения, ответственности и всей вот этой самой такой ситуации, обстановки довольно-таки непривычной. Тренер в своем видео упомянул такой момент, что во время тренировок у него дисциплина, у него всё чётко, и ребята молодцы. Какая строгость присутствует, да? Да. На соревнованиях ребята без него, и вот они показывают результаты нестабильные. Конечно, тут мы можем сейчас очень много гадать, в чём именно причина, потому что нужно общаться непосредственно с самими спортсменами. Но какие-то основные такие моменты обозначить можно. О чём бы я тут задумалась? Первый момент. Возможно, они в своём тренере чувствуют некую опору и такой гид-проводник в мир спорта. Да. И когда они оказываются без него, у них есть ощущение незащищённости, как у детей, потому что нет вот этой опоры, мы как бы вроде должны сами. Тут тренер нужно помочь ребятам найти вот это чувство опоры, самоконтроля, опять же стресс-менеджер, про который мы говорили, самостоятельно, без него, без его слов, без его напутствия. То есть научить их самим себе давать напутствия, самим себе давать какие-то директивы, ставить задачи и так далее. Если проблема не в этом, тут мы только у спортсменов узнаем, что ещё может быть? Что нужно? Вообще со спортсменами нужно, конечно, поговорить. И, может быть, они сами до конца не осознают, в чём именно проблема. Тут надо действительно, да, задать правильные вопросы, да, как у психолога. Тут работа психолога, занимать, задавать, простите, правильные вопросы. Что их беспокоит? Возможно, они видят конкурентов, как мы уже говорили, вот это сильные конкуренты подрывают уверенность в себе. Возможно, они чувствуют, что какое-то судейство там, там ведь в больных ситуациях тоже такая достаточно... Да, субъективная оценка. Там есть ещё зрители, а, возможно, у них, наоборот, очень сильное чувство давления психологического на себя, потому что они боятся подвести тренера или, там, подвести родителей каких-то за ночью. То есть тренер там так для них старался, дал им напутствие, они, ой, мы должны показать хороший результат, и от этого волнения всё наоборот. Да, возможно, они не находятся, наоборот, в этом энергетическом потоке, необходимый для больных танцев. Там очень большой артистический и эстетический компонент такой актёрский. Заряд такой. Да, да, и тут просто... Как-то себя котивировать, да? Всё верно, да. Тут просто одной техникой не обойдёшься, нужно ещё зажигать. Вот мы одновременно скажем. Нужно ещё зажигать. И вот мы часто говорим, да, это с вами говорили про дыхательную технику, как себя успокоить, а ведь есть и, наоборот, техники, как себя зарядить. Потому что это очень часто история, когда у спортсмена, наоборот, либо в апатии или в какой-то усталости, и им не вот этого драйва. А драйв он нужен. На самом деле, это вот такая дуга. Уровень возбуждения нашей нейросистемы, она поднимается на в плюс, в плюс, в плюс. Когда проходит какой-то оптимальный уровень, он потом нам уже резко в минус. И задача спортивного психолога или тренера, или самих спортсменов, найти вот этот свой оптимальный уровень возбуждения. То есть, чтобы он был достаточно высок, чтобы у тебя был драйв, и вот эта энергетика, и твоё тело тебе в состоянии стресса помогало быть более энергичным, активным, более сильным, более быстрым, там, быстрее, выше, сильнее спорт. Но не упасть в этот сильный стресс, который, наоборот, тебя заблокирует. Что тут мы советуем? Вдыхательные техники, которые, наоборот, тонизируют. То есть здесь у нас, наоборот, приоритет отдаётся не выдоху, а вдоху. Ну, например, вы вдыхаете на 5 секунд и резко выдыхаете. Вот поделать так 5 минут, и уже ваша, наоборот, симпатическая нейросистема начинает тонизироваться. И что ещё нам помогает возбудиться в хорошем смысле этого слова? Музыка. Какая-то энергичная музыка, зажигательная. У каждого она своя, тут индивидуальные предпочтения. Да, да. Вот эти ритмы. Американские мелодии, да, да, да. Тут это очень индивидуально, конечно, но музыка должна быть действительно ритмичной, быстро зажигательной, чтобы создать этот драйв. Например, нужно начать себя вести энергично. Вы, может быть, замечаете, что некоторые спортсмены, там, теннисисты или ещё кто-то, они начинают подпрыгивать. Просто проходят, да? Да, быстро прыгают, или что-то делают, пытаются себя, опять же, физиологически привести в тонус. Бодрить как будто бы, да? Всё верно, да. Мы себя взбодриваем. Опять же, техника иммажинации, визуализация. Тут какая-то уже такая мотивирующая, энергетическая. Мы представляем, как мы, вы знаете, как в фильмах бывают, под такую музыку, и вот он бежит в гору, и там музыка, и он на горе, и всё такое. Что-то такое попредставлять, чтобы себя подбодрить. Ну, спасибо. Я думаю, мы достаточно полно ответили на этот запрос. И у нас есть второй вопрос от представителей конного вида спорта. Можно ли расценивать коня как партнёра? Естественно, наверное, можно. Да, конечно, там должен коммуникация. Наверное, конь должен чувствовать вашу уверенность в себе. Если немножко мы как будто бы ведём себя неуверенно, да, он это чувствует и уже не подчиняется нам. Так ведь? Так и с конями, и с людьми, в принципе. Когда партнёры чувствуют друг другу уверенность, они друга поддерживают. Если наоборот, то, конечно, вот так, ага, что-то не так, что-то не так, что-то плохо. Он замерился, и я немножко постою, да? Всё верно. Давайте, может, послушаем вопрос. Давайте послушаем вопрос, видео вопрос от наших спортсменов и прокомментируем. Самый главный вопрос – это как побороть волнение перед стартами, потому что волнение перекрывает настолько, что физически тело перестаётся слушать. То есть ноги становятся ватные, руки становятся ватные, и, соответственно, все умения, которые всадник приобретает годами, они просто на стартах не могут быть показаны из-за того, что вот это волнение перекрывает всё тело. И вот. И самое главное – это как побороть этот страх. То есть страх, наверное, больше поднятия высоты, потому что эта высота на тренировках не кажется какой-то страшной, а уже когда выезжаешь на старт, ощущение, что ты уже просто не справишься с этой высотой. Хотя лошадь может, ты можешь, на тренировках всё получается, на старт выезжаешь, но волнение просто перекрывает. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Евгеньевна. Я являюсь тренером Лягиной Елизаветы. В процессе работы, тренинга, мы столкнулись с такой ситуацией, что всадник, выезжая на соревнования, либо сталкиваясь с чем-то новым в процессе обучения, начинает деревенеть. Я это называю, что она уходит в астрал. У всадника абсолютно не контролируется тело. Она начинает вся зажиматься, закрывать дыхание, не понимать, что случилось. Ощущение, что она прячется в домик. И как бы пусть идёт, как идёт, быстро всё закончится, и я выдохну. Вместо того, чтобы, например, сталкиваться с этой задачей и пытаться с ней справиться. Пути решения этой проблемы – это обязательная работа с психологом, со спортивным. Желательно, который будет понимать специфику работы парного вида спорта, особенно парного вида спорта, так как у нас лошади. Это партнёр, который не разговаривает. Он показывает только телом, то есть разговаривает с нами, жестами и поведением. Значит, пути проблемы, решения, вернее, этих проблем – это, как я уже сказала, психолог, это пробовать это на тренировках, сталкивать её с какими-то этими экстренными ситуациями, с неприятными, выходить из зоны комфорта во время тренировок, чтобы она прорабатывала физически все моменты, которые её смущают. Плюс это, наверное, идёт всё-таки из жизни, потому что если человек в стрессовой ситуации за тем же рулём на экзамене начинает входить в панику, и вместо того, чтобы решить проблему, просто вот цепенеет его тело, то есть это надо где-то ещё и в жизни прорабатывать. Услышали мы в очередной раз запрос про страх, про волнение и про мандраж. Как вы заметили, это такая вот история повторяющаяся. Тут я снова, конечно, повторюсь, как помочь девушке в первую очередь успокоить себя физиологически. Что интересно заметила здесь, она начинает волноваться ещё до дня соревнований заранее. То есть сама мысль о том, что у меня будут турниры, и вот он приближается, и он ответственный, уже начинает её лать. Да. И действовать на неё нехорошо. Тут, безусловно, наверное, вам виднее, как психотерапевту нужно проработать вот этот страх именно глубины, и в чём дело. Потому что если страх начинается заранее, то есть она ещё не видит публику, она ещё не видит соперников, ещё нет вот этого состояния соревновательного, она уже волнуется. тут, возможно, страх неудачи. Страх, вот она говорила там про ответственность, что, может быть, она кого-то разочарует или подведёт. Вот этот момент обязательно нужно обнаружить. В чём именно заключается вот этот страх, что она ещё не успела подумать о соревнованиях, а у неё уже оцепенение. Чтобы с ним справиться, мы дышим, прогрессивная мышечная релаксация, как я уже говорила, иммажинация. Тут ей надо сразу их несколько разных применять. На успокоение, то есть какое-то спокойное место, какую-то мотивирующую, что я смогу. И про навыки прямо визуально вот выстраивать свой маршрут, как ты прыгаешь, прямо до каждого детали, каждого действия, каждого дыхания. По сантиметру, да? Прямо по сантиметру. Снова повторюсь, это тренировка регулярная. Вообще рекомендации по вот этой технике иммажинации, где-то, наверное, 3-4 раза в неделю, от 15 до 30 минут. И не одну неделю, конечно. Ну, какой-то эффект. Безусловно, да. И все 5 органов чувств мы включаем. Чтобы я ей еще индивидуально посоветовала, это, безусловно, вот как я уже ранее говорила в видео про бодибилдинг, грамотное целеполагание. Должна вообще, в принципе, в своей спортивной карьере определиться, где она сейчас, куда она хочет, какими маленькими подчелями мы туда идем, и обязательно ставить больше целей процесса, каких-то тренировочных, целей личностного роста, своего результата. Самое главное, я всем своим спортсменам говорю, особенно, когда они волнуются, какой-то ответственный турнир. И вы это часто видите в интервью олимпийских чемпионов, когда не нужно думать о том, что вот она, это мой последний шанс, олимпийская медаль, потом через 4 года я уже ни в форме, ни в карьере. Мой фокус на задаче. На сегодняшней задаче. Что я сегодня должен конкретно сделать? Могу сделать. Как я это делаю? Мы строим этот план в голове, мы его тренируем, и мы это просто делаем. Мы просто стараемся сделать то, что мы должны сделать, не думая о результате, потому что результат, он может от нас вообще не зависеть. Мы не знаем, как подготовился наш соперник. Мы не знаем, какие возникнут внешние условия. Иногда бывает, что, ну, зависит от вида спорта, ну, какие-то, там, проблемы с кондиционерами, или дождь пошёл, или что-то сломалось. Разная бывает ситуация. Нам главное просто, вот как робот, я должен выполнить свою задачу. Тогда мы отвлекаемся от всех этих страхов. И последняя такая общая рекомендация, конечно, я и уже тоже говорила заранее, это умение управляться фокусом внимания. Вот упражнение я вам рассказывала, как уходить из внешнего, внутреннего, и девушка для себя должна тренировать вот этот момент, уходить от тех раздражающих факторов, они могут идти внутренне и внешне, некие, скажем так, продуктивные, ресурсные. Вы знаете, есть ещё одна такая прям очень маленькая техника, я ей советую, как научиться вообще, в принципе, управлять своими фокусами внимания. Это в некотором смысле, наверное, даже медитация. Вот возьмите какой-то самый простой пример, ручку, например, письменную ручку, и начните на неё смотреть. И думайте только о ручке, вот какого она цвета, там, какой-то, и не скатывайтесь в другие мысли. Если вы думаете, что это сделать просто, вы ошибаетесь, потому что наш мозг будет моментально с картинками, какие-то мыслями уводить в разные места. А вот сидеть только про ручку очень сложно. И делать это каждый день по чуть-чуть. Сначала там по 15 секунд. Вообще такой, ну, у нас в спортивном считается вершина, это там где-то полторы-две минуты. Удерживать концентрацию. Да, да, это очень сложно на самом деле. Но если вы натренируетесь, вы сможете потом удерживать концентрацию там на задачи, на каких-то своих вот этих моментах. На своих задач. Да, именно в спорте. И не уходить в мысли в негативные, не уходить в страхи, и не отвлекаться на какие-то, а их может быть множество, внешних обстоятельств неблагоприятных. Ну, вообще, безусловно, Эльвира, как я уже говорила, самое главное, это мы прорабатываем вот этот страх. И когда мы чего-то боимся, тревожимся, тут у нас ещё есть конь, а он вообще это считывает моментально, и тебя слушаться не будет. Вот вы как порекомендуете? Я расскажу, вот правильно вы сказали, про страх. Дело в том, что мы испытываем разные страхи, да. И я с своими клиентами стараюсь этот страх найти. Потому что, вот как вы вначале начали рассказывать, у нас могут присутствовать разные виды страхов, и мы их видим как некий кон, да, и непонятно, какой из них страшнее, да. Как я выступлю на соревнованиях? Вдруг я плохо выступлю? Вдруг сплотнётся мой конь? Вдруг я не оправдала ожидания тренера и команды, да. То есть, что страшнее? И мы тогда начинаем как бы такую процедуру суживания. Мы сузили, а какой самый страшный страх? Что сплотнётся конь? Всё. То есть, эти страхи уже не такие страшные, мы работаем непосредственно с этим страхом. Потому что, если у нас происходит наслоение нескольких страхов, у нас даже может по этому поводу возникнуть паническая атака, которая сама по себе говорит, это страх страхов. Давай мы сконцентрируемся, давай мы найдём его. Как будто схватим этот страх за хвост и спросим у него, а ты страх чего? Как с тобой работать? Зачем ты ко мне пришёл? И это очень облегчает работу, потому что идёт некая концентрация, и с одним страхом уже гораздо легче проработать, чем с несколькими страхами. И в заключении хочу рассказать интересный случай. Когда я работала с авиакомпанией и много ездила в командировки по работе, как-то раз мне пришлось попасть в спортивный комплекс КСК Панов, господину Панову, конный спортивный комплекс, где он тренировался со своим немецким тренером. И у него была такая методика, он постоянно его хвалил. Что бы он ни сделал, он говорил, good, good, good. И даже сам господин Панов спросил у нас, ну вы, может быть, по-английски у него спросите, я не могу с ним поговорить, почему он меня хвалит? Может быть, что-то не так? И мы когда поговорили с ним, он сказал, да, есть такая методика поощрения. То есть если я сейчас буду указывать на его ошибки, возможно, не получится ничего. То есть мы будем хвалить за то, что уже сделано хорошо. Вот такие методики бывают, террористные. Мы завершаем свое видео. Спасибо всем, кто смотрел нас. Присоединяйтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, задавайте свои вопросы, мы обязательно ответим на них в комментариях. С вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог и… И я, Мария Екердеева, спортивный психолог. До новых встреч, друзья. Следующий запрос будет от капитана женской сборной по хоккею клуба «Косатка», а также комментарии их тренера. И смотрите наш разбор.